2 миллиарда рублей на такую сумму по данным Челябинского УФА сговорились чиновники с поставщиком школьного питания. На днях завершилось расследование в отношении городского комитета образования и АО Уральский комбинат питания. Им грозит административное наказание. Все подробности в сюжете. Сговор между поставщиком и заказчиком по данным УФАС прошел еще в начале 2021 года. Тогда город проводил закупки на организацию питания в большинстве школ города. Всего заключили 18 контрактов сроком на три года. Всех их заключили с Уральским комбинатом питания. При этом, как позже выяснилось, все торги объявлялись и проводились под контролем комитета образования. Акционерное общество «Уральский комбинат питания» заключило договоры субподряда по ценам ниже, чем в основных контрактах, заключенных между образовательными организациями и комбинатом по максимальным ценам, что привело к получению прибыли комбинатом от разницы между ценой заключенных контрактов и договоров, выигранных на торгах, и ценой, по которой были заключены договоры субподряда. По данным УФАС, значительную часть работы организация передала трем субподрядчикам. Контракты с ними заключались без конкурса. Во время расследования выяснилось, что между ними установились прочные экономические связи. Субподрядчикам «Уральский комбинат питания» платил в два раза меньше. Разницу оставлял себе. При этом известно, что акционерное общество полностью принадлежит муниципалитету. И за счет средств комбината в последние годы проводилась модернизация и строительство пищеблоков во многих школах города. Но УФАС такие доводы не убедили. В отношении чиновников и руководителей комбината будет возбуждено административное дело. А в Курчатовском районе суд вынес приговор экс-руководителю городской среды Александру Грезеву. Ранее сторона обвинения запрашивала для него 8 лет колонии строгого режима. Но в итоге его приговорили к 7,5 годам лишения свободы условно. Напомним, МКУ Грезев возглавил в 2019 году. Но уже в ноябре 2021 его уволили по результатам служебной проверки. А в июне 2022 он попал под стражу из-за подозрений в получении взяток. Помимо Грезева под следствие попал его заместитель Сергей Любимов. Через месяц взяли еще одного зама Вадима Левченко. По данным следствия, все они получили несколько миллионов рублей от владельцев незаконных киосков. Все ради того, чтобы ларьки не сносили. В Троицке под домашний арест перевели бизнесмена Дмитрия Виноградова. Его подозревают в даче взятки. Однофамильцу, мэру Троицка. Ранее он несколько месяцев содержался в СИЗО. С чем конкретно связано смягчение меры пресечения, владельцу сети магазинов «Копеечка» не уточняется. Ранее Центральный суд принял решение оставить его под стражей до 12 апреля. Это несмотря на то, что Виноградов пошел на сделку со следствием и начал давать показания. По версии правоохранителей, Дмитрий Виноградов может быть причастен еще к одному преступлению. А именно, к покушению на убийство троицкого бизнесмена Бориса Спиридонова. Последний также является фигурантом дела о взятке мэру Троицка. Попались на коррупции еще 13 чиновников и депутатов Челябинской области. Всех их отстранили от должностей. По данным прокуратуры, своих полномочий лишились 9 депутатов. Глава Баландинского сельского поселения, замглавы Мясского округа, а также главный инженер гостехнадзора Кунашакского района. Все они связаны с коррупцией. Их обвинили в сокрытии сведений о доходах, расходах, имуществе, а также в осуществлении предпринимательской деятельности с нарушениями. Всех их занесут в специальный реестр, поэтому карьера для них теперь закрыта. А в Копейске будут судить начальника почтового отделения. Его обвиняют в укрывательстве денег. Следствие установило, что женщина с помощью программы подделывала данные о деньгах для инкассации. Таким образом перевела на свой счет 470 тысяч рублей. Причинила крупный ущерб почте России. Часть украденных денег бывшая начальница уже вернула. Ее имущество арестовали.